Здравствуйте дорогие друзья, товарищи, подписчики, те которые смотрят мой канал, с вами Раска и мы начинаем играть в такую замечательную инди-игру, как Heaven and Earth. Это такая инди-игра, делается всего двумя шведскими разработчиками, начали они ее делать еще в году, наверное, в 11-м, когда они учились в университете. Их, да, действительно всего двое, зовут их по именам не помню, помню по кличкам, Джорб и Лафтар. Лафтар у нас является вроде как основным программистом, который пишет все это, прописывает модели, делает модели, ну скелеты моделей. А Джорб, собственно, он гейм-дизайнер, если можно так сказать, то есть он делает текстуры, он обшивает модельки текстурами, делает звуки, ну и соответственно они оба вместе взятые, тоже продумывают, что сюда еще добавить. На данный момент, немного за спойлеры, они прорабатывают систему алхимии. На самом деле тут это занимает у них последний месяц, плюс они еще там вроде как слегка приболели, не коронавирус, конечно, а просто простудились. Вот. Но это не мешает им делать апдейты, так вообще апдейты идут каждую неделю. Вот. Вы напишите, хотите, чтобы продолжал снимать по этой игре или нет. Соответственно, если хотите, чтобы продолжил, ставьте единичку или плюсик. Если не хотите, ставьте минус или двоечку. Так. А сейчас покажу. Это тут. Вот это вот. Это все. Кастомный клиент. В частности, Аэмбер. Аэмбер клиент. Вот. Версии 1.79. Вот. Собственно, перед тем, как я начну, я хотел бы рассказать, как я, собственно, познакомился с этой игрой. Узнал я про нее еще в году в 15-м, но мне не понравился тогда план, по которому шло все это. То есть там было примерно так. Вы можете играть совершенно бесплатно. 4 часа в день. Вот. Если вы купили один раз, ну, тут можно как бы купить, просто верифицироваться за полторы тысячи рублей. И получаете там некоторые бонусы. Насчет бонусов будет позже. Может быть, в следующей серии. Может, в этой серии. Под самый конец. Не знаю. Вот. Но вроде как вы начинаете делать некоторые вещи быстрее. Вы быстрее развиваетесь. Где-то на 20% быстрее развиваетесь. На четверть быстрее все это делаете. Некоторые вещи, например, рубите деревья там. Или откалываете камушки от булыжника. И тому подобное. Вот. Так вот. Верифицировавшись за полторы тысячи рублей, вы будете играть 8 часов. А если подписочку оформите, любой, любого плана, то, мол, играйте хоть сколько влезет, хоть круглосуточно. Я тогда подумал, типа, а, бесплатно всего 4 часа, а игруха слишком сложная. И там много чего делать придется. Да ну вас впень. И благополучно забыл до 2018 года. И вот в мае... В мае 2018 года Мне что-то так надоело все. Ну, полностью вот так надоело. Прямо ах. Вот. Я решил вспомнить про эту игруху. Нашел, скачал, поставил. Зарегистрировался. Смотрю. О, можно играть. Ну, сколько влезет. Теперь. Окей. Начал пробовать. О, сколько у меня там времени ушло. Первые полгода это был как раз практически конец десятого мира. Тут мир... Каждый новый мир пересоздается. Когда много изменений накапливается, критических, которые хотелось бы им вставить в игру. Они откатывают так называемый вайп мира и создают мир заново. То есть, меняется все. Ландшафт, как там реки. Вот. Реки меняются, озера меняются. Вот, например, в десятом мире был сплошной континент, который был порезан реками и озерами на разные вещи, на разные кусочки. В одиннадцатом мире уже ввели океаны. Вот. В двенадцатом мире у нас тоже океаны, но также ввели, по-моему... Так, нет, вру. Сезоны ввели, по-моему, осенью. Осенью девятнадцатого года. В марте... Ну, шестого марта, если точнее, стартовал двенадцатый мир. Я, конечно, у меня тут есть. Главный персонаж, который стартовал вместе с двенадцатым миром. Вот он. Но я им не заходил уже, наверное, с месяц как. Там уже вся, скорее всего, скотина передохла. Посевы повяли. Вот. И, в общем, как-то не так. Поэтому я тут создал второй аккаунт. На втором аккаунте вот совершенно голый новый персонаж. Я еще, по-моему, на день рождения показывал другу, что из себя Heaven and Hearst представляет. Создал вот этого персонажа. Просто так слегка, немножечко туда-сюда побегал. И на этом все закончилось. Наверное, и мы продолжим. Вот. И, собственно, подписка дает там еще обустрение развития. Еще обустрение некоторых дел. Еще, по-моему, там сколько-то там процентов. В общем, по-моему, наверное, раза в полтора или два с половиной быстрее, чем на бесплатке. Ну, да ладно. Наверное, мы все-таки создадим этого потом мы замочим. А вот создадим сейчас нового персонажа. Вот. Вообще, ну, тут у клиента есть некоторые вещи, которые отсутствуют в родном, дефолтном клиенте. Это, например, ночное видение. Если я отключу его, то будет выглядеть вот так вот. Вот. То есть освещение, все такое, все дела. Но это я, пожалуй, все-таки включу обратно, потому что у меня тогда меньше лагает. Потому что довольно ресурсозависимая игруха всего двое. Им практически они каждую неделю, как я уже говорил, дополняют игру новым контентом. Она, кстати, вечная альфа. Но пусть вас это не пугает. Это означает просто, что у них нету такого намерения, типа, мол, выпустить игру. У них есть намерение продолжать ее развивать, развивать и развивать. Это, своего рода, такой же долгострой, как и Дворфортерс. Вот. Собственно, вот такой вот висп. Это мы вроде как душа, еще не оформившаяся. Вот. Здесь вот нам выбор пола, получается. Налево женский, направо мужской. Ну, поскольку я, как вы заметили, наверное, по голосу все-таки мужик, значит, соответственно, мы тоже выбираем мужского персонажа. Вот. И, собственно, топаем. Да, конечно, тут без особой такой визуализации, если можно так сказать. Но вот мы свежие, голые. Вот. И, собственно, немножечко углубляясь. Вот есть лист персонажа. У нас тут есть, да, клиент, как бы, с русификацией, кое-где, кое-чего. Вот. Есть характеристики. Ну, то есть, это RPG. Да, это сэндбокс, это песочница, это выживалка, это RPG. Чем мне тут нравится она, так это в том, что вот эти вот все параметры. Сила, проворство, интеллект, делосложение, восприятие, харизма, ловкость, воля, духовность. Это все прокачивается не как в стандартных RPG, например, пошел, замолчил, о, волка, получил экспу, прокачал какой-то параметр, ну, потом до определенного уровня эта экспа накопилась, у вас хоп уровень, вы потом прокачали сколько вам надо, там, по очкам. Нет, тут все это прокачивается едой. То есть, хотите прокачать силу, ешьте то, что дает силу. Хотите телосложение прокачать, ешьте то, что дает телосложение. Остальные, соответственно, тоже. Собственно, теперь, в чем смысл? Смысл. Вот есть навыки, это вот рукопашный бой, ближний бой, стрельба, исследование, скрытное шитье, кузнечное, камнеобработка, плотничество, кулинария, огородничество, выживание, знание. Это все навыки, которые требуются для крафта каких-нибудь вещей. Тут все зависит от качества. Сразу скажу, на качестве 1 у вас будет, извините за выражение, дерьмовые параметры, что у вещей, что у еды, что у всего остального. Вот, соответственно, чтобы повысить качество, вы должны прокачивать вот эти параметры. Соответственно, поскольку тут очень сложно все в одиночку делать, если вы будете развиваться, собственно, играть в одного, то вам придется так или иначе прокачивать или много, если вообще одним персонажем играете, или вам придется задавать там где-то человек 5-6 разных персонажей, которых затачивать под определенную задачу. Вот, например, кто-то тупо будет воином, охотником, он будет уничтожать всякую нечить в подземельях или охотиться на живность в ближнем бою, или там стрельба вообще как-то вроде поменяли, но вроде так себе. Вот, поэтому все в основном в ближний бой идут. В ближний бой или в рукопашку. Вот, соответственно, надо будет прокачивать этому персонажу сугубо силу, проворство и телосложение, к примеру. А в навыках рукопашный бой и ближний бой, к примеру. Вот, соответственно, выживание также надо будет, чтобы качество самих живностей не резалось. Ну и, возможно, немножечко исследования, чтобы видеть побольше всякой живности. Вот, собственно, как это получается? Всякое действие может принести вам очки опыта. Вот это первая штука. Вот, зачем вот это вот нужно? Тут есть такие штуки, можно их крафтить, можно их найти. Называется куриозы или куриоситис. Куриоз или куриоз, как их еще называют на сленге. Это я называю их любопытностями. Это такие предметы, которые вы изучаете и получаете так называемые ЛП, то есть Learning Points или очки обучения. Которые потом можно вкладывать сюда или же прокачивать такие вот умения. Это пассивные, которые открывают вам новые вещи, например, которые вы можете крафтить, или новые возможности, скорее так. Потому что для того, чтобы крафтить некоторые вещи, надо сначала это получить Discovery или исследование. То есть, например, вот если я сейчас возьму шишку, вот, я получу немножечко очков обучения и у меня исследование. Вот в виде этих палочек с огоньком. Если я сейчас возьму еще и отломлю ветку, у меня будет еще одно исследование. Вот, и видите, открылось у меня приключение. Можно разжечь огонь, можно поставить простой костер. Вот, в ремеслах у меня появились курьезы. Игрушки и вот, игрушечная корова. Это шишка и четыре палки. Вот, но поскольку это стартовая зона, мы тут ничего отсюда забрать не можем. Это для нас, в принципе, бесполезно. Вот, дальше, что еще у нас открылось в строительстве? У нас открылась самая простая вот такая вот корзинка, не помню на сколько слетов. Так, сейчас. Возьмем. Так, восемь. Так, снова. Отламываем веточку. Чтобы можно было тут, в принципе, можно это сделать. Вот, поэтому мы сейчас строим все это. Получаем вот такую вот корзинку. Смотрим. Ага, на шесть вещей. На шесть вещей. Окей, ладно. Так, поскольку тут деревьев очень много, то надо собирать, соответственно, тоже все. Вот, у меня уже второй вид шишек открылся. Также мы собираем кору. Он одинаковый для всех практически. Тут, правда, появилась другая еще кора. Вот, у нас уже 300 очков обучения, которые пойдут с нами в следующий, после создания персонажа. Вот, персонажа. Так, сейчас мы сделаем его, скорее всего, лысым и бородатым. Соответственно, вот он, лысый. Вот он. Так, массивная борода. Нет. Стоятель тоже не нравится. Боцман, аккуратная. Нет. Вот, давайте массивное и... И, 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 и. Вот. И сделаем его рыжим. Вот, будет напоминать нам этого, собственно, самого Лафтара, не Лафтара, Жорба. Вот. Вот это, так сказать, кладбище местное. Оно показывает, тут будут находиться могилки в виде таком, в таком вот виде наших других персонажей. Если вот эти... Тут, кстати говоря, Пермандес. Или... Если помер, то помер. Никакого респавна. Иди создавай нового персонажа. Но, заходя на это, на это кладбище, можно вроде как стать наследником. Тогда некоторая часть вот этих вот очков обучения, опыта и характеристик, по-моему, 35%, что ли, можно вернуть от этого. Вот. И, соответственно, чем более раскачан персонаж, который помер, тем выше это будет. Соответственно, там есть еще некоторые другие способы, например, похоронить его в могилке, там все такое. Вот. И молиться ему. И тогда это можно вернуть, по-моему, до 75, что ли, процентов. То есть, вот как-то так. И там появится еще специальный отдельный баф, который можно в бою вернуть еще плюс. То есть, до 95%, но где-то на полчаса только во время битвы. Вот как-то так. Так, собираем ягодки. Чтобы у нас было так. Так, вот еще ягодки другие. Тут у нас... О! Вот. Это такое событие возле ивы иногда. Собираем у него этот, и, по-моему, тут другая кора будет. Да, это другая кора. А этот черепок можно собрать? Нет, нельзя, к сожалению. А как бы его обозвать-то? Персонажа. Так. Так... Напишу-ка ему Р... Угу. Р... Жорингер. У нас, правда, персонаж уже есть, но его зовут Раск-Жорингер, а не Р-Джорингер. Так что... А, уже есть, да? Тогда ладно. Просто назовем его Rust. Опа. И в основной мир. Надо сжечь себя на костре. И. Очень эпичное такое начало, да? Это было больно. Так, вот мы родились в новом мире. Получаем 1000 очков опыта. Наверное. Так, сейчас смотрим, где это мы оказались. Kingdom of Ashes. Ай, фиг его знает, где он-то находится. Честно говоря. Может центральный, может западный континент. Без понятия. Так, вот у нас 1075 очков. 550 этих. Так. Что у нас тут? Первый кест. Отломите веточку. Окей. Отломим веточку. Теперь. Фуражировка, да? Взяли фуражировку. Отломить кусочек камня. Так. Откалываем кусочек камня. Парфир. Парфир. Классная штука, кстати говоря. Так. Это даст нам еще, как бы, вот, позволит нам делать простейший инструмент камень для топор. Вот мы его сделали. Вот мы его сделали, тоже получили дискайверы. Этот скидываем. Так. 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 Что мы строить можем? Мы можем делать обложенный очаг и, вроде как, пиршественный очаг. Окей. Что у нас дальше? Жажда приключений. Исследуйте местность на некотором расстоянии. Хорошо. Пройдемся немного. Так. Собираем семечки. Отовсюду. Так. 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 Так же еще сучок отломим. Здесь собираем орешки. Здесь тоже семена. Здесь кислые яблочки. Вяжущие яблочки. Яичко. Собственно, я это делаю заради исследования. И заради этого. Это же нам дает ЛПшечки. А за ЛП можно и что-то... Так. Это у нас уже было. Это тоже было. По-моему, это Ива тоже. Да, это Ива. А... Вишня. А нет. Вишню можно и немного съесть. Вот. Косточка. Так. Оп. Креткий орех. Дальше. Что у нас? Это мы, по-моему, собирали. По-моему, нет. Да, это мы не собирали. Так. Что это у нас? Так. Это мы собирали. Это у нас, по-моему... Это у нас, по-моему... А, нет. Это мы собирали. Вот. Классные деревцы, кстати говоря. Так. Так. Что... Что бы нам еще тут заисследовать? Так. Вот это вот... Ага. Доксвуд. Это не помню, как по-русски будет. Так. Вот это у нас Айва. Ага. Айва. Слива. Это что у нас? А... Какая-то... Фигня, извините, изображение. А... Кварц. А... Пересклет. Вот меня тоже... Вот тут сколько ни играю, удивляет некоторые вещи, которые вполне себе съедобны. В реальном мире тут это показано, как несъедобно. И это непонятно из-за чего. То ли из-за того, что сами разрабы не знают, что это можно есть. То ли... То ли потому, что им просто лень было это прописывать. Так. Боярышник, например, тоже можно есть. Это что у нас? Опа. Лот. Офиг его знает, как... Ну, что это за фигня такая? Глянем. Угу. Все-таки, если будем селиться, то лучше селиться где-нибудь на этом... На... Бальдерсбра... Ну, это ни о чем не говорит, потому что Бальдерсбра может быть как на западном, так и и на центральном континенте. Так вот, задную лягушку сейчас словим. Бальдерсбра Ну... Вот, ловили лягушку. По-моему, это опять кварц. Да, это опять кварц. А это у нас, по-моему, гранит. Опа. За то, что спрыгнули, получили опыт. Отлично. Так, теперь надо... Ну, так, смотрим, что мы можем сделать. Ага. Из лапника кровать. Жареные эти ножки. Так. Приключения. Надо сейчас развесить теперь все это так. Так, проверить на этот, на пятерочку, поднять на двоечку, копать на единичку, починить на четверку, дальше выкапывать стеночки в этом, в пещерах это на троечку будет. Ага. Телепорт ставим на десяточку. Ага. Разрушение ставим на девяточку. Да, вот, в принципе, все. И теперь шмякаем на нулик. Вот. Первый квест мы завершили. Так, поднять что-нибудь, что можно положить. Ага. Вот. Поставили. Теперь, что можно складировать. Оп. и вот так. И пробежимся. Это вот. Ок. Ставим снова. Теперь получить кору березы. бежим березу искать. Так, вот, заодно продолжаем чекать все, что у нас есть, поэтому. Так. Красное яблочко. Оу. Вот у нас тут, кстати говоря, глина. Красная. Оп. Так. Надо найти нам березку. Хоть. Нет, мы его сейчас не догоним. Только если не загоним куда-нибудь в этот. По-моему, это Голена. Вот что странно. Кстати говоря. Оп. Диабаз. Так. Тоже едим. Так. Теперь стручки. Так. О. повысить характеристику сделали случайно. Восстановить энергию до полного, да? Так. Что дает телосложение? Можно. Так. теперь здесь отламываем веточку. Отламываем теперь вот эту веточку. Сучок. собираем шишку. Так. Так. кромить ветку. Два, три, четыре. Так. Ремесло. Курьезы. Игрушки. Игрушечные. Этот. Видите, тут все по 10. Вот я сделал, и из-за того, что мои навыки, вот в данном сути выживания все два, он сократился до шести вместо десятки. Так. У него очки обучения 50, и на 10, на качестве 10, на качестве 6, 39. Вот. У нас 3730 ЛП сейчас благодаря этому. Так. Что мы можем сделать? А вот и березы. Так. Собираем сережку. Собираем кору. Их всего две можно, да? С этого так. Ремесло. Прибамбасы. Что там сделать кружку? Окей. Вот мы сделали кружку. Опа. Кстати говоря, качество кружки не влияет на качество этого. Так. Вот у нас еще береза. мы можем сделать береза. 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 Так. Два. Ой. Медведь, медведь, медведь. Сейчас он меня порвет. Да он в принципе мне и основного персонажа порвет. Если что. Так. Четыре, да? принесло. Одежда, снаряжение. Что-то там еще надо. Так. Охота. Работа по камню. Окей. Огородничество. Окей. Деревозаготовка. Окей. Кончарка. Окей. Плотничество. Тоже. Так. Растение ведение слишком дорого. Рыболовство. Берем. Растение ведение дорого. Так. Шитье. Берем. Плавание. Берем. Нам надо будет для кораблестроения. Добычи руды нет. Выпечка. Берем. Ага. Пчеловодство. Окей. Пусть будет. Так. Теперь нам надо где тут охота охота. Охота. Выделка шкур. Да. Но сначала тяга к власти. Внутренняя магия. И где тут у нас землевладение 4000 надо будет потом накопить. колесо. Кораблестроение. Так. Приручение животных. Работа по металлу. Стеневедение. Рисование. Садоводство. Стрельба из лука. Шелкоприедение. Ярость. боевое. Виноделие. Не то. Вот. Выделка шкур надо будет. Тут у нас открылись эмоции. Например. но это всем известный жест. Так. Магия. Тут конечно на самом деле магия расходует очки опыта. Так что увлекаться не стоит на самом деле. Вот атака. Вот толчок. Атаку мы ставим на шестерочку. Приключения. Ловить рыбу нет. терраформирование. Это позволяет выравнивать. Это вспахивать. Это мастить камнем. Это мастить кирпичом. Это ну вроде как засеять этим. Так вот можно плавать. Но плавать быстро расходует выносливость. И когда она заканчивается начинает тратиться здоровье. Так что это тоже сильно такое себе занятие. на самом деле вот можно делать теперь тарелки. Так это из вот этой красной глины. На самом деле там не только из глины можно. Но так игрушечная колесница. Пока не обожгу я не смогу ее исследовать. Можно делать вазы всякие горшки. так вот это путеводный камушек. знаете типа налево пойдешь то направо то посередке по морде получишь. Так это из камня как бы вырезать точнее собирать это делать улей из ну там по-моему сена надо которое надо еще найти вырастить. Так можно делать вот эти вот можно делать заборчики самые простые базовые так не то ремесло одежда а ну да мне же нитки надо найти где-то надо найти нитки ить ить четыре наверное все же шесть надо так вот можем еще исследовать блок так строительство нам у нас открывается дорожный знак у нас открывается простенький котел глиняный открывается простенький сундук тоже в ремеслуле у нас открывается по-моему деревянная кружка стакан точнее ложка вилка из дерева деревянная тарелка и по-моему деревянные тапки не помню как они называются это голландские которые вот у нас тут персонаж вот он так вот выглядит одеваем ему тапки теперь нам иголками камушками пятки колоть не будет что хорошо что-то я тут так по-моему основным персонажем бегал и у меня какое-то знакомое ощущение на самом деле такое очень знакомое так фундук ага ем 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 все это ем и закончим сейчас скоро с этим сливки тоже восприятие скидываем вот тоже прикольная штука оп разрубить на полежке так вот можно у нас тут еще собрать а нет ветку нет ветку тоже нет вот кору вот что это за штука такая это можно ставить на предметы создавая артефакты вот соответственно чем выше качество вот этого предмета который вставляет и делает артефакт если выше чем качество одежды то соответственно падает до качества одежды если наоборот то соответственно будет получше так оп каштан ок все равно лучше так вот у нас тут есть 995 надо наверное так так увидел лебедей получил бонус к этому да ладно вот сейчас покажу собственно как плавать вот мы ищем самое самое близкое вот тут в принципе не очень широкий этот у нас полная выносливость включаем плавание и плывем видите он заканчивается вот все переплыли отключили вот и посмотрим что это тут за чуваки живут так по-моему нельзя будет сейчас о судя по тому что никак не реагирует скорее всего они тут уже давным давно не играют и их может быть даже взломали хотя нет или может просто они поставили свободное прохождение всем не знаю если сейчас аукнет значит там кто-то есть ага кстати говоря игруха это социальное очень соответственно в одиночку тут ничего практически не добиться ну как бы можно но тяжко так что проще будет играть с друзьями либо присоединяться к кому-то иначе это будет долго и нефиг сложно муторно и неэффективно так сейчас глянем а наверное новенькие тоже 80% всего так еще бы тут о кабанчик кабанчик я еще долго не потянул ага так гляненько что тут есть и они что тут нет такой домик для нищеброда задумывался изначально хурма оп едим так откалываем тоже вот этот камушек до зеленки восстановили а вот и гранит странно почему исследование не дали ладно сейчас будет еще песочек еще обычный будет глинка ага и идем исследовать так наверное вот этого будем загонять что у нас тут есть а водомерка водомерка так еще три у нас там по моему 10 всего изначальных один есть вот еще водомерку исследуем естественная коллекция жучков сразу говорю самое дешевое в опте это и малопрофитное вот это вот это когда все шесть жучков одного типа самое дорогое и самое выгодное когда шесть жучков разного цвета ну в смысле там разные например водомер кабложка коровка вот это вот так заодно вот мы не просто так вот сейчас бегаем собираем все это мы также ищем место куда нам ну куда бы мы могли поселиться кстати говоря оп давай опа так еще что-нибудь на троечку мы можем поэта засунуть чтобы исследовалось вот этот пенек это по-моему от Mayflower это такое забавное деревце таким вот забавной древесиной по цвету так ага что это так продолжаем собирать о местный чатик так тоже ну бас какой-то так сейчас поздороваемся с ним hi there ой нет hi there так ладно не отвечает ну и фиг с ними а просто некогда ему было ок говорит привет все все отлично ситуация в порядке как я ну напишу тоже самое типа I also find things just started just started now I giving a short conclusion on that perfect game like overview for my subs like that yeah so okay ладно вот у нас тут есть еще эти одуванчики 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 мы сделали надо сейчас рубануть вот этот и вот этот вот когда я говорил прикольная штука это вот из-за этого так так тоже рубанем а дикая яблонька оп а теперь что это там и лиса лиса валяющиеся на этом на чужой территории фиг я ее подниму жаль 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 так ладно топаем дальше о понятненько так надо еще вот этот тоже рубануть оп смотрим сколько там до то через 7 дней ок одна корова щипать мы их не будем щипать можно и нарваться так так вот тоже полешек от этого а а а так глянем что за кора а кора отличная топаем теперь на свой костер в следующей серии собственно будем искать в следующей серии так куда это мы шел куда это я шел ага куда я уже ходил теперь пойдем сюда о жабка жабку тоже за исследуем что у нас тут пещерка где-то лучше селиться возле пещерки на самом деле оп так тоже шишка угу почему потому что это самый простой способ добраться до этих до камней до руды которые тут есть также там одни из самых простых этих мобов на которых можно охотиться кстати говоря вот так лубая ель тоже прикольная штука надо будет взять щас щупнуть ага щупнули и бежим до этого до где тут у нас до водички он нам же тут надо водичку пить ой 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 окей а я даже не знаю может здесь поселиться что ли оп пить водички и теперь пьем угу и теперь что мы можем делать так 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 вот на стенку можно повесить кстати говоря вот у нас тут есть лыко все так что теперь можно вертел сделать а можно сделать а а нет это не сразу нам надо сначала вот а два этих надо два а вот тут брод тут у нас брод замечательно кто-то тут раскапывался а бальдерстра опять а а а а не получится или в лесу лучше поселиться я вот даже не знаю но селиться в одно но все равно будем в этом а в королевстве так нам надо еще какой-нибудь этот скрести а ее мое тоже не получится их так так нет 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 снова пришли к этому так по-моему это кедр да это кедр кого мы тут можем снять немножечко коры которую можно тоже потратить на лыковод а и приёмся до мелководица приёмся до мелководья нет это не то материалы создаём пьём о ещё опыта немножечко получили а где что и этот сначала делаем этот и сразу вешаем его на спину туристок этот вот у нас видите сразу стало больше этого так так айть да чё ж тут всю кору ободрали так три пять кору ободрали вот ещё кору кора ить 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 снова и тут а да под это нету создаём вот ить так и создаём снова оп теперь чё делаем шляпки вот ить 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 Убрасываем. Ага, так. Что мы можем сделать? Укрепление из коры, рукопашный бой? Нет. Нам скорее выживание больше надо сейчас. Полежка этого и того. Так. Где тут елка? Так, это лиственный лес, насколько я понял, у нас тут. Надо прыгать до нашей. Этой. Так, Бальдерс Бра. Нафиг. Нет, это не то. Где тут у нас теперь? Куда идти? Куда теперь идти? Вот, честно говоря, вообще даже без понятия, где я нахожусь. Честное слово. Вы, кстати, мне скажите, что вам больше нравится. Вот за нового этого персонажа, или за старого лучше начать. У меня там уже как бы и место есть, и все такое, и все сделано, все красиво, благопристойно, но уже подгнившее все. Заново начать, скажем так. Ой. Оп. Ага. О, по-моему, это этот. Да. Лаврик. А, это лавр. О. Относительно ровно. Да. Ну, нет. Лавру мы взяли. Медь ветку. Два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Наверное, отправимся-ка мы сейчас немножечко в путешествие. Так, вот, удочка. Это искать место, где ближе всего к этому. Так, шпальеры, сушка. Навесик. Ага, вот. Ловец снов. Ой, 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 нет, нет, нет. Меня, меня же тут запинают. Так, ладно. Пойдем-ка мы, наверное, куда-нибудь туда. О, какое место-то? Какое место? Так. Можно, конечно, так. А мы что умеем делать? О, лось. Не-не-не. О, какое тут большое поселение-то. Глянем-ка. Вот, если тут кругом столько больших поселений, я тут даже селиться не буду. Потому что, блин, выживут. В том смысле, что выдавят меня отсюда. Не любят они, когда рядом с ними кто-то селится. У них почему-то резко так, резко негативное отношение к этому. Зеленый дракон. Судя по тому, что они тут попередохшие, наверное, уже давненько никто не заходил. Сейчас оббежим вокруг и, наверное, будем заканчивать. Так. Судя по тому, что я вижу, блин, уже лето, а тут все еще не собрано, такое ощущение, что это, блин, заброшка какая-то. Которая еще не до конца померла. Ну, зато теперь появился ориентир, где я нахожусь. Так, эськи. Ну, на самом деле, это не зеленый, а лиловый, но... А, ну да, нельзя. Ладно. Смотрим, что тут есть. На самом-то деле. Оп. Покидаем зеленого дракона. Тут, по идее, гравий, но гравий все равно остается песком почему-то. Кстати говоря. О! А вот и сломанный этот. Оп. 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 Тоже какой-то нубасик поселился. Ладно. Ну, вот, сломался этот. Можем зайти вовнутрь и почекать, что тут есть. Насколько тут получится. Ну, намного не получится, конечно. Плюс рысь еще это. Оп. А. Как бы мне сейчас не прилетело от рыси-то. О! Что тут есть? А это что у нас? О! 63 табак. Хм. Только все табак будет. А нет. 64 лен. Хм. 22 ячмень. 22 это маловато, что-то. 5 лен. 55 пшеница. Конопелька-то будет. О! Тыковка. Так. 43. Укаюшки. Поглядим, что тут есть у нас. Оп. Оп. Окей. Ладно. Соберем, наверное, немножечко этих. Где-то вот столько. Нам бы стак собрать. Это на 50. Этих. 15. 20. 25. 30. 35. 40. Еще парочка. Так. 10. 12. 30, вот еще 4 надо. И ладно, что у нас понятно, но у нас что, это у нас табачок. Ладно, так, смотрим, 5, 30, 35, 45, 50, окей, хорошечно. Но, как говорит один знакомый ютубер, так, аить, вот. У нас что будет, о, то, что надо, пшено. Пшено. 5, 40, 45, 50. Надеюсь, это то, что я думаю, да, это тыква. 20, 25, так, осталось будет потом только ячмень набрать. Хотя, может, ну его нафиг такой слабенький. Окей, смотрим. Окей, ладно, не надо. И мы вообще можем заступить на эту землю. Вроде не должны. О, как я и говорил, не можем. Так. Ладно. Выходим отсюда. Оббегаем. Оббегаем. Эта тыква у кого-то растет тут. Что такое? Догвуд. Слушайте, а прикольный такой этот цвет-то у него. Прикольная штучка. Ладно. Груша. Уй. Угу. Так. Куда теперь нам идти? О, там опять кто-то сверху живет. Сколько вас тут народу-то? Опа. Их-их-их. Как же вы любите так сильно расцелиться-то? Чувствую, меня не пустят сейчас. А, нет. Пустила. Надо же. А вот туда точно не пустят. Хм. Интересненько. Ну да. Как я и думал. Ну, блин. Это что у них тут? Торговый пост что ли? Только лишь. Всего лишь. Хм. Ну, наверное, точно. или шахтерский какой-нибудь. Сидева знает. Давно их не было, кстати говоря. Так. Ууу. Оу-оу-оу. Я, честное слово говоря, даже не знаю. Даже не знаю Где мне тут поселиться На самом то деле Наверное все таки тем Основным персонажем буду Там хотя бы все известно А этим перцом потом просто добегу А новые эти притащу Меня не пустят А нет пустила А счета тут есть Интересного А нет ничего тут Интересного то и нету Так вот Змеевик Ага Левин он же Так Чекнем что тут есть Поближе Из всего этого Ничего тут нету На самом то деле Угу Так Что мы можем сделать Так мех Этот Вот этот Сапоги Что за крил Это что такое На самом то деле Без понятия вообще Что это такое Вот что называется Месяц не поиграл И моментально сразу же Заходишь Как баран на новые ворота Смотришь на все это Так Ну думаю Можно заканчивать Уже На самом деле Серый и так уже достаточно Долго идет Но мне еще надо найти Где я нахожусь И куда мне надо бежать Честно говоря А да Перед тем как мы закончим Надо все таки Наверное взять Кораблестроение Или нет Да Возьмем кораблестроение Возьмем Колесо И возьмем А так Че Виноделие что ли А нет Мы хотели выделку Шкур Взять И Нет И веревок Тоже нет Вот потом Приручение животных Возьмем У нас тут Фактически То Фактически Ага Будет Девятьсот Тридцать Будет Так Пергамент Лодочка И Можем Делать Долубленку Наверное Скорее всего Так сейчас и будет Чтобы Нам Не Оп Да Мы отправимся К побережью Поставим Этот Как его Костер жизни На побережье Так Давай Хрящи Беги Я тут Сейчас Подумал Развиваться Я буду Конечно Старым Персонажем Уже Прокаченным Но На Совершенно Новом Месте Вот Осталось Только Этим Персонажем Добежать Просто До него Сдать Эти Семечки Получше Которые Вот эти У меня Определенно Лучше Это Не помню Это точно Вроде Одинаково Это похуже И это Хуже Вот Теперь Реча Ставим Где-то Вот Здесь Наш Костер Оп Вот Где-то Здесь Ставим Ага Пьем Так Ага Не Можем Срубаем Веточку Пу Срубаем Вообще Все Так Пьем Снова Пьем Набираем Набираем Так Отломить Веточку Надо Нет Так Теперь Рубим Дальше И Так Готовимся Будет 30 Нажмем Напить И Сколько Тут У нас 88 Да 24 Оп Еще Получили И Теперь И Ча Так Вырубаем Теперь Нашу Латчонку Так Попили Через Shift Alt Намекаем Что надо Будет Сделать Так Нет Это Поставим На шестерку А Атаку На семерку Так Шестерка И Начинаем Зажигать Трением Палочки И В течении 20 минут Реальных Это Час Игрового Времени Тут Кстати Насчет Этого 8 Часов Реального Времени Это Одни Сутки Игровые То Есть Вот Оп И Теперь В принципе Все На этом Можно Серию В принципе Заканчивать Оп Нет Так Четыре Пять Вот Серию Можно Заканчивать Следующей Серии Будем Плавать По всей Вот этой Вот Карте Искать Куда Поселиться Или же Наоборот Плавать Уже Основным Персонажем Как вы Считаете Стоит Это Делать Каким Если вам Нравится Первый Персонаж Ставьте Единичку Если Хотите Чтоб Этим Новым Персонажем Ставьте Двоечку Узнаем В комментариях У кого Больше Будет Того Или Иного Ответа Те Мы Будем Продолжать Играть А До Тех Пор Пока Пока